Добрый вечер! Успех в прошлом не дает гарантии на повторение в будущем. Время почивать на лаврах не пришло, работать необходимо в усиленном режиме. В Бресте прошло заседание облсполкома, на котором шел предметный разговор об эффективности работы промышленного комплекса региона. Подарки берестейцам в канун Дня независимости страны. В Бресте в торжественной обстановке после модернизации открыли областной эндокринологический диспансер. Лето в разгаре, клещи в ударе. Как уберечь себя, своих близких и домашних питунцев от укусов маленьких, но таких опасных кровопийцев? Специалисты-эпидемиологи и ветеринарные врачи советуют не откладывать профилактику на завтра. Об этих событиях и не только прямо сейчас. Ряд главенствующих для региона вопросов был рассмотрен на заседании Брестского облсполкома, в том числе об эффективности работы промышленного комплекса области. Тема важная, а потому на мероприятие были приглашены чиновники из высшего аппарата власти. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Русецкий, руководители профильных министерств, холдингов и предприятий. Открывая заседание, глава региона Анатолий Лис подчеркнул, что позитивный сдвиг в работе промышленного сектора Брестской области есть. По итогам работы за январь-май 2016 индекс физического объема производства продукции составил 103,2%. При прогнозе на первое полугодие 99,4. Это лучший показатель в стране. Также снизилось количество убыточных предприятий. Это успех, но сегодня не то время, чтобы почивать на лаврах. Промышленная отрасль Брестского региона формирует практически третью часть волового регионального продукта в числе предприятий-лизеров, реформаторов, которые в условиях жесткой конкуренции быстро перестраиваются, расширяя ассортимент выпускаемой продукции, осваивая ее новые виды и создавая новые производства. Переориентируя рынки сбыта предприятий гиганты «Савушкин продукт», «Санта-Бремор», «Брестский электроламповый завод», «Барановическое хлопчатобумажное объединение» – это и есть диверсификация производства на деле, а не на словах. Но не все так гладко на других предприятиях. Значительная часть предприятий промышленности убыточна. 86 организаций или 31,7% от общего количества. Многие отрасли и регионы так и не вышли на положительную динамику производства. Это 7 горроисполкомов. Не решаются вопросы проблемных предприятий. Начало года в промышленном секторе экономики не задалось, но показатели работы за 5 месяцев позволяют говорить о прогрессе. Вырос индекс физического объема производства продукции на более чем 24%. Выросла и выручка и составила почти 32 триллиона рублей. Увеличилась прибыль от реализации и рентабельность. Отмечается стабилизация ситуации в промышленном комплексе. Но остаются Ахиллесовой пятой убыточные предприятия. Общее количество убыточных предприятий промышленности остается значительным. Очевидно, что резервы эффективности работы промышленного комплекса в дальнейшем наращивание объемов производства, улучшение финансовых результатов, которые касаются не только убыточных организаций, но всех. Достигнуто это может быть при условии совершенствования управления производством, внедрения современных методов. Примеры таких в области имеются. В настоящее время нами подготовлен и будет предложено утверждение областполкома проект решения о системе мер в области качества, который предусматривает внедрение таких механизмов. В поиске таких механизмов на шаг впереди областной центр, удельный вес предприятий которого составляет 30% в общем объеме промпроизводства региона. Предприятий аутсайдеров пока еще достаточно 24. Но до конца года планируется сократить это число до 16. А самое главное, в Бресте открыто в этом году 32 новых предприятия, а это 734 трудоустроенных человека. К концу года планируется создать порядка 2500 новых рабочих мест. Это хорошая тенденция, давая оценку, подчеркнул глава региона. Но для того, чтобы облегчить эту работу, следует разрабатывать конкретные программы по созданию новых производств в крупных городах области. И не важно, какой формы собственности они будут. Совет от губернатора прост. Активнее задействовать неиспользуемые площади таких, к примеру, производств, как ковры Бреста, цветотрон, Брестмашт и Брестсельмаш и другие. Руководители проблемных предприятий, по предложению вице-губернатора Андрея Клеца, должны разработать пошаговый план действий. Задействованы в этом сложном, но достаточно действенном процессе должны быть и профильные министерства, а также холдинги, в состав которых входят вышеназванные убыточные предприятия. Работа предстоит гигантская, но почивать на лаврах не место и не время. Ведь успех в прошлом не дает гарантии в будущем. Завтра Беларусь торжественно отмечает День белорусской государственности. В канун этого праздничного дня в городе Бресте прошло официальное открытие здания эндокринологического диспансера после проведенной модернизации. Это новоселье ждали все – и врачи, и пациенты. На арендованных площадях места катастрофически не хватало, а обращений в течение дня, по статистическим данным, порядка 150 человек. В год за квалифицированной помощью в эндокринологический диспансер приходит 43 тысячи пациентов. А потому, несмотря на нелегкую экономическую ситуацию в стране, областной исполнительный комитет принял решение о финансировании капитального ремонта и создании комфортных условий пребывания и современного обследования пациентов. В числе приглашенных на церемонии открытия были и наши корреспонденты. Лариса Осмолович с подробностями. Открывая модернизированное здание Брестского областного эндокринологического диспансера, его главный врач Артур Григорович отметил, что событие это вносит огромный вклад в эндокринологическую службу всего региона, поскольку позволит повысить и улучшить качество жизни пациентов. Для дружного сплоченного коллектива учреждения это повод работать во сто крат успешнее. И, как подчеркнул в своем выступлении начальник управления здравоохранения Брестской области Виктор Михайловский, здесь есть все возможности больше заниматься профилактикой, чем лечением. Торжественный момент передачи символического ключа, перерезание красной ленточки и здание готово принять первых посетителей. Эндокринологический диспансер рассчитан на 149 посещений в смену. В год посещают около 43 тысяч пациентов с различными эндокринопатиями, с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, с редкой эндокринной патологией. И сегодня мы видим хорошее качество выполненных строительных работ, улучшенные условия пребывания пациентов, ну и улучшенные условия для работы. На сегодняшний день эндокринологический диспансер достаточно укомплектован медицинским оборудованием. Мы планируем закупить по программе здоровья населения и демократической безопасности, по разделу профилактика неинфекционных заболеваний, дополнительное оборудование, которое позволит нам развиваться и повышать качество оказания медицинской помощи. В модернизацию диспансера из Брестского областного бюджета было выделено 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Сегодня это современное здание с солидной материально-технической базой. Одна из новинок – аппарат УЗИ-диагностики, позволяющий выявлять болезни эндокринной системы на ранних стадиях, что способствует более качественному лечению таких прогрессирующих сегодня болезней, как сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Сейчас можно сказать, что мы изменились кардинально. Мы заселились в новое отремонтированное здание. Кроме того, что у нас красивые кабинеты, хорошие условия работы, у нас модернизировано и наше медицинское оборудование, у нас очень много возможностей для диагностики заболеваний, для лечения. Болезнь под таким милым названием сахарный диабет сегодня можно назвать эпидемией. Цифры нуждающихся в лечении растут. В Брестской области на диспансерном учете состоит более 42 тысяч пациентов. В мире порядка 382 миллионов. Борьбу с недугом ведут также всем миром. Тесное сотрудничество брестских эндокринологов с японскими коллегами позволяет не только улучшать техническое состояние диспансера, но и перенимать уникальные методики, например, удаление опухоли щитовидной железы с помощью эндоскопии. Такие операции проводятся только в Бресте. Брестской области. Да, оно с годами увеличивается. Но, опять же, здесь тяжело сказать, что за счет чего? Может быть, за счет того, что больше стала выявляемость. То есть, так как стала более доступная помощь, и пациент раньше приходит, и мы устанавливаем этот диагноз на более ранних этапах, поэтому идет рост. Если раньше уже пациент обращался, скажем, когда клинически выражены были эти проявления на более поздних этапах, и, соответственно, их казалось, что меньше. Но на самом деле проблема есть, она существует, но она не такая критичная. На сегодняшний день все эндокринологические заболевания, они лечатся, и достаточно очень хорошо лечатся. У нас есть высококлассное оборудование, ультразвуковое, лабораторное. У нас в наличии есть анализаторы, которые могут выполнять исследования в день посещения пациента. Гормональное исследование. Это есть далеко не у всех учреждений здравоохранения. У нас есть исследование самого главного показателя в оценке лечения и компенсации и качество введения пациентов с сахарным диабетом – это исследование на гликированный гемоглобин. Планируется к закупке рабочее место офтальмолога. Кроме того, мы планируем закупку нового оборудования для исследования гликированного гемоглобина. Это позволит увеличить количество исследований, удешевить их стоимость, не снижая качество. Лариса Осмолович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на Бук-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Миграция – беженцы. Еще десяток лет назад на постсоветском пространстве эти слова встречались довольно редко. Сегодня проблема вынужденного переселения затронула все страны. Беларусь не стала исключением. Беларусы весьма корректно воспринимают сложившуюся ситуацию и толерантно относятся к беженцам. Такое мнение журналистам высказал представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди, находясь с официальным визитом в городе Бресте. В большей мере наша страна дает убежище гражданам Украины. С начала кризисной ситуации в стране-соседке в Беларусь въехало порядка 160 тысяч граждан этой страны. За предоставлением защиты в представительство УВКБ ООН обратились около 1600 человек. В Брестской области в процедуре оформления правового статуса находится семья беженцев из Афганистана в количестве 8 человек. Как прошел прием с представителем УВКБ ООН? Что тревожит украинских мигрантов и как складываются их судьбы? Смотрите в материале Лариса Осмолович. Война. Какое страшное слово и как больно воспринимать тот факт, что трагедия, которую пережили люди в Великую Отечественную войну, не стала уроком. Кому не хватает места на земле? Кто перераспределяет власть? Политики, бизнесмены? Простому человеку все равно. Главное, чтобы дети не слышали взрывов, не кричали в ночи от пережитых ужасов, чтобы старики спокойно доживали, чтобы было где жить и работать. Не дай бог еще раз оказаться в зоне боевых действий. Не дай бог еще раз все это пережить. Моя собеседница, уроженка Славянска, не скрывает эмоций. Говорить тяжело, но она пересиливает себя. В душе остался страх и непонятно. Ну как? Не знаю. На подсознании все равно, вот этот осадок все равно остался. То есть уже вроде бы как бы время прошло, конечно, слава богу, что ну все нормально, все хорошо. Но все равно душой, конечно, вот тянется как бы так на родину. Но все равно вот этот страх и все равно вот дети вот нет-нет, да, и вспоминают. Не знаю, как оно, что так получилось, почему кто в этом прав, кто виноват. У Светланы Долгополовой трое детей, с которыми она приехала в Брест, практически в никуда. Ни родных, ни близких. Тянула на родину, вернулась. Но опять не сложилось. Не очень безопасно как-то вот. Все равно не знаешь уже, когда вот это вот пережил уже. То есть ходишь, какой-то шорох, какой-то звук. И уже как-то вот и детям тоже страшно. И, наверное, вот где-то мы, может, месяцев пять, полгода там вот еще так вот пожили. Вот ситуация особо сильно не менялась в лучшую сторону. Поэтому вот приняла решение я взять детей, остатки вещей и ехать. Ну не знаю, куда глаза глядят, как говорят. Была наслышана, конечно, не одну за Беларусью, такую маленькую, порядочную страну, где действует закон. На данный момент, можно сказать, нормально, я работаю, мне выделили общежитие. Вот дети ходят, вернее, мальчик уже отходил сад, сейчас пойдем все в школу, все устроены, все обустроены. Ну, в принципе, довольно-таки очень хорошо. На встречу с представителем УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси господина Мушарди Светлана Долгополова пришла, чтобы рассказать о том, что все получилось. У нее есть крыша над головой, есть работа, дети устроены, личная жизнь налаживается спокойно. Впрочем, об этом говорили и трое других вынужденных переселенцев из Украины, города Луганска, отвечая на вопросы, высказывая пожелания. Главное на сегодняшний момент, чтобы был соответствующий обстоятельствам статус и работа. Ольга Савко с 2014-го в Бресте, говорит, прижилась. Трудится в областной больнице с санитаркой, имеет комнату в общежитии, жизнью вполне довольна. Просто здесь знакомые были, пригласили сюда, сказали, что можно устроиться на работу и более-менее, потому что там, говорится, уже не было на что жить. Знала, что можно статус защиты попросить. И спасибо, все это организовалось, и статус защиты дали. И из-за того, что мне статус защиты дали, я устроилась опять в областную больницу, в ожоговое отделение. Тут хорошо, мне тут нравится. Тут природа, леса, поля эти, реки. Мне очень нравится природа здесь. Люди, если б не люди добрые, тут мне бы очень плохо было. Ситуацию с вынужденными мигрантами в Беларуси Жан-Ив Бушарди назвал достаточно спокойной, а белорусов людьми толерантными и лояльными. По числу заявителей в представительство УВКБ ООН на первом месте граждане Украины. Затем следуют сирийцы, граждане Афганистана и Йемена. Сегодня в Брестской области в процедуре оформления правового статуса находится семья беженцев из Афганистана. По сравнению с предыдущими годами, в 2016 году ситуация стабильная. Мы знаем, что есть определенное количество украинцев, которые возвращаются домой, но я бы не стал говорить, что их количество велико. В основном люди из тех, кто приехали раньше, остаются здесь. И с точки зрения нашей работы мы концентрируемся, конечно, на наиболее взимых семьях. И еще что хочу добавить, меньшая часть украинцев обращается за предоставлением статуса беженцев или дополнительной защиты в Беларуси из тех, кто приехали сюда. Жан-Ив Бушарди отметил, что в Беларуси готовится новая редакция закона, регулирующего вопросы пребывания в стране вынужденных мигрантов. Недавно поправки были одобрены Палатой представителей национального собрания. На взгляд экспертов документ предусматривает положительные изменения для беженцев в плане их прав и обязанностей. Планируется, что работать новый правовой акт начнет в 2017 году, предположительно в июле. Сейчас о других событиях. На звездном берестейском небе в очередной раз загорелись новые творческие звезды. В польском городе Бельск-Подляске были подведены итоги Большого международного конкурса «Увлечения и таланты-2016». Из нескольких сотен работ, присланных на форум из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, лучшими были признаны творческие решения воспитанников Кобринского государственного политехнического колледжа. О том, насколько тернистым был путь к победе, а также почему творчество сегодня является одним из звеньев дружественных связей между народами, наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая смогла узнать, отправившись в город Кобрин, где она и познакомилась с талантливыми ребятами. Я рисовала всегда, зачастую из-за того, что мне нравились работы мультипликационные, такие меня очень вдохновляли, и хотела что-то сделать, что-то такое яркое, детское, что всем нравилось. Но я не думала, что буду поступать, просто именно эта специальность очень понравилась. Очень захотела пойти именно на исполнительную работу художественных и оператора, потому что я всегда хотела заниматься таким. Рисовала я, конечно, с детства, я всегда любила рисовать, но я не думала, что я свою профессию свяжу именно с этим. Преподаватели здесь все просто замечательные. Если многие скажут, что мой нелюбимый тот-то преподаватель, у меня таких нет. Я всех преподавателей очень сильно люблю, все очень хорошие, и со всеми у меня общий язык был какой-то, ну, очень хорошо. С красками, кистью, карандашами эти ребята практически никогда не расстаются. Сделав свой осознанный выбор, они решили пойти по дороге творчества и связать жизнь с декоративно-прикладным искусством. Сегодня эти юные художники – постоянные участники многочисленных выставок и вернисажей. Молодые люди с неистекаемым желанием создавать и удивлять. Именно поэтому они без раздумий согласились принять участие в международном конкурсе «Увлечение и таланты-2016». Несколько недель юноши и девушки работали после занятий, отдавая все свободное время подготовке к конкурсу. И, как оказалось в итоге, не зря. Работы кобринчан стали лучшими на международном конкурсе «Увлечение и таланты-2016». Три призовых места и пять именных дипломов приехали в Беларусь, в Кобрин. Мы настраивались на участие, но когда пришел к нам протокол, заседание жюри, и когда мы узнали, что из 300 работ мы взяли все призовые места, у нас прям гордость за наше учебное заведение, за наших детей и за нас, за преподавателей, что вот мы такие талантливые и способные. О том, что в этом учебном заведении рождаются настоящие творческие личности, говорит практически все. Особая гордость педагогов и учащихся – так называемый зеркальный зал, созданный по макету того, что находится в российском Эрмитаже. И, конечно же, выставочный зал. Практически все экспонаты появились на свет десятки лет назад и сегодня являются наглядными примерами того, насколько разнообразна творческая деятельность и как велик перечень специальностей, которые можно получить в стенах Кобринского политеха. Всего 19 квалификаций и две квалификации на уровне среднего специального образования. На сегодняшний момент это техник-строитель и техник-технолог мебельного производства. Человек любой профессии должен быть творчественным. Творчество – это движитель прогресса. Где есть творчество, там есть движение вперед. Где его нет, тогда все затухает. 1 марта 2014 года к учреждению образования в качестве отделения художественных ремесел и деревообработки присоединен Кобринский государственный художественный профессионально-технический колледж. С этого времени в учебном заведении строительного профиля стало развиваться творческое направление. Многие его выпускники и педагоги имеют государственные награды и звания. В их числе и руководитель колледжа Василий Демидович, который в буквальном смысле положил свою жизнь на алтарь искусства. По карьерной лестнице он прошел от мастера до директора, имея в трудовой книге лишь одну запись. За особые заслуги в развитии системы образования он награжден медалью Франциска Скорины от имени президента Республики Беларусь. Творческих людей не бывает бывших. Они всегда остаются творческими людьми. Учитывая то, что я заканчивал это учебное заведение, зачем учился в Витебском государственном университете имени Сергея Мироновича Кирова на художественно-графическом факультете, то творчество меня не покидает никогда. Я всю жизнь связан с творчеством и свою творческую энергию, свои творческие мысли переношу сегодня и на отделение строительных специальностей. Сегодня инициативная команда победителей 6-го международного биеннале художественного творчества молодых, увлечений и таланты 2016 покидают стены родного учебного заведения. Теперь они выпускники, которые мечтают продолжить начатое несколько лет назад творческое дело. Свои заслуженные награды и дипломы ребята получили из рук директора Политехнического колледжа во время торжественной линейки. История этих талантливых юношей и девушек в Политехническом колледже завершена. Однако, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. А потому будут в этих стенах еще не раз звучать фанфары. Будут на сцену выходить новые герои. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Задайте вопрос железнодорожнику. В стране состоялся единый день пассажира. Впервые республиканская акция прошла в январе прошлого года в городе Минске. Опыт оказался удачным и пассажиры настолько активно откликнулись на мероприятие, что руководство Белорусской железной дороги решило устраивать прямые диалоги ежеквартально по всей стране. На станции Брест-Центральной акция «Час пассажира» прошла уже в пятый раз. Ее организаторы, представители руководства Брестского отдела внутренних дел на транспорте и Брестского отделения Белорусской железной дороги в очередной раз провели своеобразный прием граждан и узнали, что больше всего беспокоит пассажиров. О традиционных и не очень вопросах смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Брестский железнодорожный вокзал – средоточие поездов, а вместе с тем и пассажиров, прибывающих из разных городов и стран. Для одних это перевалочный пункт, для других – отправная точка, для третьих – конечная остановка. Не зря наш вокзал называют главными воротами Синёкой. Как правило, в зале ожидания находится большое количество пассажиров, спешащих на поезда региональных или международных линий. У каждого из них периодически возникают вопросы на предмет расписания движения. Кто-то хочет выразить благодарность за работу персонала, а кого-то беспокоит сохранность багажа. Ответы на них любой желающий смог узнать в рамках акции «Час пассажира». Основной вопрос, это, конечно, задают люди пожилого возраста, пенсионеры, какие льготы они имеют при проезде железнодорожным транспортом. Эти вопросы наиболее актуальны в период весенних и осенних, ну, условно, посевных работ, назовем это так. Значит, какой период, будет ли в этом году у них льгота, насколько, когда она начнется, каким образом они смогут пользоваться этими льготами. Часто люди задают вопросы о возможности проезда каким-то определенным направлением. Там, допустим, условно, Казань, вот это было в Бресте, здесь задавали вопросы. Каким образом в Саратов попасть быстрее? Ходит ли поезд? По каким дням? Почему такая периодичность? Можно ли проехать в Крым? Также один из актуальных и задаваемых вопросов – частота курсирования региональных поездов эконом-класса. Особенно он популярен в сезон дач и отпусков. Особняком стоят проблемные вопросы. На взгляд пассажиров, которым в силу ряда причин ответа железнодорожники не находят. Не обошлось без подобного и на последнем часе пассажира. Мне кажется, для людей было бы намного лучше, когда стоимость билета включала стоимость прожжения полета. За два часа акции пассажиры успевают задать порядка 30-40 вопросов своим оппонентам. Кстати, Брест – второй после Минска город, в котором акция проходит наиболее активно. В последующем все обращения и предложения дублируются на сайте Белорусской железной дороги. В итоге любой желающий может зайти и посмотреть ответ на интересующий вопрос. Кроме контактной формы общения с населением, в ходе которой обнажаются проблемы, важной составляющей является профилактическая работа. Как вести себя при резком торможении поезда? Что делать, если на рельсе упал человек, а поезд близко? Наконец, каковы основные требования к провозу багажа? Об этом и не только можно узнать у представителей отдела внутренних дел на транспорте. К сожалению, статистика показывает, правила поведения во время движения поезда соблюдают далеко не все, что приводит к печальным последствиям. На сегодняшний день в отделе зарегистрировано 5 фактов травматизма граждан, из которых 3 – это суицид. Один находился на железнодорожном полотне в состоянии алкогольного опьянения, и один переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Погибла девочка, 15-летняя девочка. Погибла, покончила жизнь самоубийством в городе Бресте. И в Брестском районе погиб парень, 18-летний парень, также покончил жизнь самоубийством. Во время акции на все вопросы пассажиры получили компетентные ответы, а мероприятие в очередной раз вызвало живое интерес у участников. Люди обращались не только с вопросами, но и с пожеланиями. Следующая акция «Час пассажира» пройдет в Бресте 29 сентября. Виктория Дрогобедская, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Лето 2016-го стремительно приближается к своему экватору, щедро даря хорошее настроение и загар отдыхающим. Термометры показывают устойчивый плюс, но чтобы отдых прошел без последствий, важно не забывать и об опасностях, которые иногда таит в себе летняя пора. О некоторых из них, а также о том, как уберечь себя и близких, вам расскажет наш корреспондент Анастасия Остробко. Смотрите следующий материал выпуска. Первое и главное правило летней поры – остерегайся жары. Специалисты настоятельно рекомендуют как можно меньше находиться на открытом солнце, особенно с 12 до 16 часов, особенно детям, беременным женщинам и пожилым людям. Если выход из дома неизбежен или принять солнечные ванны не втерпешь, несмотря ни на что, не стоит игнорировать простые меры предосторожности. Солнечная лучистая энергия требует осторожного с собой обращения. Для того, чтобы не перегреться в жаркую летнюю погоду, нужно с 12 до 16 часов примерно в это время почаще находиться в тени или ходить по улице по затененной стороне. Беременным женщинам, людям пожилого возраста и детям в это время лучше вообще не выходить из тенечка. Носить лучше тонкую, легкую, белую одежду из хлопчатовой бумажной ткани и солнцезащитные очки, которые защищают наше тело и сетчатку глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Лето в разгаре, клещи в ударе. Именно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с этими кровопийцами на Брещене. На минувшей неделе, к примеру, было зарегистрировано самое большое за прошедшие несколько лет количество обращений после укусов клещей в медучреждения Бреста и района. Специалисты связывают ситуацию с обилием черники в лесах и безответственностью ее любителей. Сбор черники – это как раз тот вид работы в природе, когда человек создает все благоприятные условия для клеща, неподвижно, по сути, долго находясь на одном месте. И здесь в тени леса, в черничнике всегда влажно. И клещи, естественно, стремятся как можно больше использовать вот эту возможность. Не лишним будет напомнить – защититься от клеща просто. Важно грамотно подобрать одежду, чтобы закрывало максимум поверхности тела, приобрести и использовать репелленты и проводить само- и взаимоосмотры. Возможные последствия укуса – энцефалит и болезнь лайма. Последнюю, кстати, совершенно напрасно считают не слишком опасной. Лайм-брелиоз – золотым стандартом этого заболевания является мигрирующая ритема. Через несколько недель, как правило, оно уходит без всякого лечения. То есть человек может, собственно говоря, просто не обращаться никуда. И затем заболевание дальше прогрессирует, и уже наступает вторая и третья стадии заболевания. Это более серьезное поражение. Более серьезное поражение – это, как правило, поражение сердца, может быть, поражение суставов и поражение центральной нервной системы. К слову, несут угрозу членистоногие кровопийцы не только человеку. Домашние животные тоже оказываются под ударом. К тому же, порой питомцы могут просто принести в дом клеща на своей шерсти. Забота о четвероногих друзьях должна включать и меры по предупреждению клещевых укусов. В последние годы возросло количество животных, укусанных клещами, соответственно, заболевших, и многие из них погибают. Для того, чтобы обезопасить свое животное от клещей, необходимо производить регулярные обработки. При помощи капель, спреев, ошейников в последнее время появились новомодные таблетки. И еще несколько слов о домашних питомцах. Бешенство – болезнь, которая серьезно угрожает жизни и здоровью самого животного и его хозяина. Передается легко через слюну и другие жидкости, а вот лекарства пока не найдено. Но есть эффективная мера профилактики – ежегодная вакцинация. Как защитить себя от бешенства? Значит, в первую очередь, это ежегодная профилактическая вакцинация против бешенства своих домашних питомцев. Если наблюдаете изменение поведения своего домашнего питомца, либо если обнаружили какие-то раны, нанесенные неизвестными животными, также необходимо обращаться к ветеринарному специалисту. И не стоит избавляться от животного, нанесшего укусы, либо какие-то другие повреждения, так как за ним необходимо установить 10-дневное ветеринарное наблюдение. И если все-таки повреждения от животного не удалось избежать, необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение за помощью. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Юрий Кинзин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 3-4 июля погоду в Беларуси обусловит активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. 3 июля в Бресте ожидается неустойчивая погода. Днем пройдут кратковременные сильные дожди. Синоптики прогнозируют шквалистый северо-западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью 22 градуса, максимальная днем 24-26 со знаком «плюс». 4 июля будет облачным и дождливым. Скажется активное влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Станет немного прохладнее. Ночью 15 градусов, днем воздух прогреется до 21. В течение дня ожидается западный порывистый ветер. Атмосферное давление будет падать.